В сквере около мэрии Магадана прошел еженедельный брифинг с главой столицы Колымы. Юрий Гришан прокомментировал несколько актуальных на сегодняшний день вопросов. Он отметил, что главной темой остается эпидемиологическая ситуация в городе. Ситуация тревожна, что подтверждает неутешительная статистика. Цифры вот по прошлой неделе, они свидетельствуют о том, что с 1 июня 112 случаев, вновь заболевших на территории Магаданской области. Но в этой цифре значительная часть заболевших именно в городе Магадане. 1 июня 12, 2, 11, 3, 15, 4, 27, 5, 14, 6, 12, 7, 9 человек, 8 июня 12 человек. И нас спасает сейчас то, что все-таки область хорошо подготовилась к созданию резерва больничных коек. Их сегодня достаточно на территории города Магадана и Магаданской области. На хорошем счету у нас показатель по тестированию населения. Это тоже как бы дает надежду. Но вот по распространению все-таки так, как есть. Такая ситуация, по мнению главы Магадана, происходит в большей степени из-за безответственного и пренебрежительного отношения граждан к мерам безопасности. В результате этого на прошедшей неделе была закрыта на карантин группа в третьем детском саду. В частности, было выявлено, что некоторые из родителей приводили ребенка из дома после контакта с заболевшими в семье, намеренно умалчивая об этом. Кроме того, под пристальным вниманием и под риском находятся сотрудники здравоохранения и федеральных структур. Очаги эпидемии зафиксированы в детском доме ребенка и в поселке Уптар на предприятии Усть-Средникангэстрой. В целях предотвращения распространения инфекции режим безопасности на предприятиях ужесточен. В ходе разговора мэр также объявил об окончании отопительного сезона. Уже отключена котельная на Уптаре. В течение пяти дней там наблюдали температуру воздуха выше 10 градусов тепла. До 12 июня город будет отключен полностью, после чего сотрудники теплосети приступят к обслуживанию и подготовке сетей к новому отопительному сезону. Также мэр рассказал об успешном старте летних дистанционных лагерей, о предстоящем праздновании Дня России и проведении Парада Победы 24 июня. Подробное интервью с Юрием Гришаном смотрите сегодня после программы «Магаданское время» в 20.15 на телеканале МТК-Видео.